Волейбольный удар Нападающий удар Самое главное в нападающем ударе Это разбег, прыжок, удар по мячу и приземление При нападающем ударе мы разберем нападающий удар Соответственно прямой Потому что есть еще и боковые нападающий удар Но их очень редко кто-то осуществляет В основном он прямой Есть прямой удар с переводом влево, вправо Есть также еще и обманный удар Остановимся на прямом нападающем ударе Разбег Очень начальная фаза нападающего удара Очень важная Потому что именно с разбега Все в принципе и начинается Как ты подобрал разбег Какой он у тебя Сколько шагов ты делаешь От этого зависит выход под мяч Где находится мяч Впереди, над головой или сзади Все зависит от разбега Существует два вида разбега Это трехшажный То есть делать три шага Или с одного шага С одного шага обычно делают разбег игроки первого темпа Которые скоростную передачу Очень низкую над сеткой Выполняют А доигровщики, которые Выполняют нападающий удар Уже с более высокой передачи Они в основном используют трехшажный разбег Если человек правша Он начинает разбег с правой ноги Первый шаг правой Второй левой Третий правой И левую ногу представляет При этом в конечной стадии Правая нога При этом центр тяжести Осуществляется на правую ногу Первого шага И до последнего Необходимо, чтобы первый Второй шаг И третий Делались С нарастающей скоростью Чем быстрее последний шаг Тем быстрее Вынос руки Будет при замахе То есть Спешить никуда не нужно Первый шаг Медленный Второй чуть-чуть побыстрее И третий Максимально быстрый Вторая стадия нападающего удара Это прыжок Первый шаг Правой ногой Когда второй шаг делается левой Руки идут на замах Обе руки назад И при последнем шаге Когда шаг последний Правой ногой Левой приставляется Руки выносятся вперед Правая рука Если ты правша Идет на замах А левая рука Остается на уровне плечей Плечей При этом Стараться Сделать так Чтобы Большой палец Правой руки Смотрел В пол Сразу локоть Будет отведен назад Вверх Поэтому удар Будет по мячу Осуществляться так Чтобы с максимальной скоростью И силой Если локоть будет впереди То движение будет не ударное А будет осуществляться Как метание будет Ядра Там не знаю чего Очень важно Чтобы палец Смотрел вниз Локоть наверху Идет И мяч Мы ударяем На самой Высокой точке своей Это все Напомню Осуществляется В прыжке Желательно По центру мяча Чтобы мяч был впереди Если мяч будет сзади Сильно удары Не получится Можно даже совершить ошибку Ударить в аут Или в сетку Мяч должен быть Впереди Наверху И последняя стадия Это приземление Приземление Осуществляется На согнутые ноги Если вы будете Приземляться На прямые ноги То можно получить Просто травму коленей Или спины Подытожим Наше Действие В нападающем ударе Первая стадия Это Разбег Вторая стадия Прыжок Третья Удар По мячу И Четвертая стадия Это приземление Можно Выполнять Нападающий удар Как и по ходу Так и с переводом При нападающем Ударе С переводом В свою Левую сторону Ни в коем случае Не опускаем Локоть И не идет Он вперед Для этого Локоть Остается Наверху И здесь Работает кисть Кистевой удар Если хотим Ударить мяч Влево Кистью Переводим Влево При этом Локоть Остается Наверху Эффективней И проще На высоте Ударить Мяч В свою Левую сторону В ту зону Куда мы хотим В данном случае Это будет Первая зона Если мы Осуществляем Нападающий удар Без перевода Прямо По ходу Своего движения То Здесь Кистевой удар Он идет Прямо Без перевода Влево Иногда Даже Даже Вправо При этом Игрок Должен Разбегаться Всегда Одинаково То есть Не По Боковой Линии А разбег Должен Осуществляться Под углом С четвертой Зоны Или Под углом Со второй Зоны Больше Конечно Угол С четвертой Зоны Выходишь Под углом Вся площадка У тебя Впереди Ты можешь Как по ходу Ударить Движение Своего Так и С переводом Влево